У нас есть целых пять волшебных пакетов с острова Монерон и с острова Сахалин. Спасибо. Там заветная поездка на Монерон с проживанием на Сахалине, с трансфером на остров вашей мечты. Как это все можно выиграть? Очень просто. Вы смотрели внимательно фильм. Там были некоторые факты озвучены. По этим фактам я составил викторину. Также кое-что по гастрономии, по нашей. А Сахалин — это родина морепродуктов самых вкусных. И также есть кое-какие вопросы просто про Сахалин, Курилы, про нашу страну и регион. Вы, если чувствуете, что знаете или догадываетесь, как правильно ответить на поставленный вопрос, поднимайте руку. Я к вам подбегаю, задаю вопрос, даю варианты ответа. И за каждый правильный ответ вы получаете сувенир. Монета с изображением Герба Сахалинской области. Это 10 рублей. Можно применить по прямому значению. Но, с другой стороны, там есть цифра. Это ваш лотерейный номер. Поэтому каждый правильный ответ — это ваш шаг на пути к поездке на Монерон. Есть у нас еще пакет морепродуктов с Сахалина. Там икра, там гребешок, там все, как вы любите. Есть у нас подарки от природного парка остров Монерон. Есть также мерч от Сахальницкого туристко-информационного центра. Вот, например, видите, твоя яркая зима на Сахалине. Вот такую толстовку тоже можно у нас выиграть. Ну что, погнали. Я отправляюсь на рот. Первый вопрос будет по поводу первого подводного фильма Советского Союза, который снял очень известный человек. И если у вас есть хотя бы какая-то информация по поводу этого всего, просто поднимите руку. Я вам дам все варианты ответа. Выберите, какой больше нравится и получаете подарок. Все, я бегу наверх, я вижу уже руки. Итак, скажите мне, пожалуйста, кто из известных телеведущих снял первый подводный фильм на острове Монерон? Это фамилии Дроздов, Сенкевич, Капица, Масляков. Просто убирайте. Думаете, Дроздов, какие еще есть варианты у наших соседей? Как вы думаете? Дроздов, Сенкевич, Капица и Масляков. Нет. Масляков нет. А вот здесь у нас внизу, ниже. Сенкевич нет. Вот, пожалуйста, внизу мужчина, мне кажется, самый первый поднял руку вот на этом ряду. Так. Кто у нас первым на этом ряду поднял руку? Я в этом ряду. Расскажите. Ой, а я уже забыл, о чем речь-то. Кто первым снял подводный фильм про остров Монерон? Он же первый подводник СССР. И это? Дроздов. Нет. Ну как так-то, друзья? Вот, все. Капица, правильный ответ. Человек, который перевернул мир очевидного и невероятного и снял фильм про Монерон. Кстати, он... Денис, подсказкой была, конечно, история с подводником, наверное, да. Да, да, да. Хорошо, следующий вопрос. Следующая монетка. Вот давайте сразу возьму, это будет номер 21. Ребят, не потеряйте монетки, потому что эти монетки потом конвертируются в подарки. Совершенно верно. Итак, кого пытались разводить на Монероне? Так, я вижу, рука вверх. Бегу к вам. Итак, варианты. Кроликов и кабанов. Лис и енотов. Кабарду и благородного оленя. Правильно, лис и еноты наши, все, у вас счастливые много. Конечно, был вариант туристов, но это, конечно же, да. А пока следующий вопрос. Да, да, да. Самый крупный сухопутный хищник на острове Монерон. Так, вы раньше всех, вы ближе всех. Сразу без вариантов? Соболь. Точно. Отлично, выбирайте монету. Идем дальше. Соболь, соболь. Да, у меня были варианты. Медведи там всякие. Но нет, там медведи, там все прекрасно, там даже змеи нет, поэтому добро пожаловать на Монерон. А пока какой пролив нужно пересечь, чтобы попасть на Монерон? Я видел вашу руку. Я думаю, варианты вам даже не нужны. Вы сразу скажите по факту. Пожалуйста. Татарский. Совершенно верно, ваша монета. Это счастливый номер, покажите какой. Тридцаточка. Возможно, вам повезет. Так. Плазастер Бориале. Слышали такое слово? Кто слышал? Вот вы слышали. Просто скажите, что это, кто это и чем знаменито это существо. Оно очень редкое. У него 140 лучей. Это, по-видимому, партия. Совершенно верно. В России водится только на Монероне. Поэтому это наш эндемик. Добро пожаловать. Я думаю, посмотрите своими глазами на такую медузу. Отличный шанс сделать лучшие снимки в своей жизни. Так. Вот в этом краю пока еще не слышал ответов. Кто из европейцев первым открыл остров и дал ему имя? Остров называется Монерон. Фамилии я подскажу. И теперь внимание. Вариант первый. Лаперус. Ну а может быть Монерон? Ну а может быть Крузенштерн? Совершенно верно. Отличные познания в области теории. Надеюсь, что на практике все будет еще круче. Правильный ответ. Лаперус. Который в честь своего сподвижника по фамилии Монерон на зал острова. Идем дальше. Кто у нас в камушках хорошо разбирается? Есть прекрасные камни, которым усеян берег Монерона. Янтарь. Но нет. Давайте я к вам подойду и дам варианты. Это аметисты, агаты, гематиты, апатиты. Аметисты. Аметисты. Гематит. Ваш вариант. Как? Гепатит. Апатит. Давайте повторю все варианты. Итак. На Монероне весь берег усеет такими камнями, как агат, гематит, апатит, аметист. Ага, совершенно верно. Вы что? Прям сам лично собирал. У меня, думаю, целая коллекция агатов с Монерона. Хорошо. Про Монерон поговорили. Давайте теперь про что-нибудь вкусное, полезное, морское. У нас на скалине очень много рыбы и деликатесов, которые являются нашей достопримечательностью в том числе. Итак. Ну, кто знает рыбу на вагу? Она сейчас идет просто массово. Вот вы знаете. Вот к вам подойду. Вдруг вы знаете еще более глубже про эту рыбу. Итак. На вага это лососевые, окуневые или тресковые? Тресковые. Совершенно верно. Монетку. Так. Мы идем дальше. Палтуса видели? На соколине курилах можно поймать палтуса там сто с лишним килограммов. А палтусов есть сразу несколько видов. Я сейчас их озвучу, но один из них выдуманный, его не существует. Скажете, какого не существует, получите монетку. Итак. Синий корый, белокорый, круглогубый, стрелозубый. Третий не нравится, круглогубый. Действительно его нет. Это правильный ответ. Не существует круглогубого палтуса. Идем дальше. Кто по ракушкам мастер? Вот вижу. Любитель ракушек у нас есть. Есть потрясающая ракушка, называется анадара. Она вообще уникальная. Похожих просто нет. Чем же она уникальна? У нее черный жемчуг, у нее кровеносная система или у нее природный фонарик? Нет. Кровеносная система, правильный ответ. Кстати, на соколине, в которой люди приезжают и чувствуют разницу поясов, там что-то дискомфорт. Вот анадара, одна-две вот эти вот ракушечки и все, и организм. А жил, забегал, полетел. Так, следующий вопрос про одну прекрасную рыбу. Сегодня ее уже упоминали. И это страшно вкусная рыба. Ее ловят нередко у берегов Сахалина. Вы хотите с ней познакомиться. И это барабулька, дальневосточная зубатка, алипизавр или мурена. Дальневосточная зубатка, правильный ответ. Ее еще называют рыба-собака. Она реально страшная, но реально вкусная. Красивая? Ну да, есть ракурсы, можно поймать, да. Хорошо, следующий вопрос. По поводу одной прекрасной рыбы. Есть остров Итуруп. Это самый большой Курильский остров. Кто знает этот остров, слышал хотя бы? Вы, да? Вот давайте вас и спрошу. На Итурупе есть праздник, посвященный одной рыбе. Прямо так называется. День этой самой рыбы. Теперь внимание, какие у нас варианты есть, что же это за праздник. Что за рыба такая? Палтус, горбуша, ментай, навага. Правильный ответ? Палтус. Правильно, аплодисменты этому гражданину и монетку. Самую ценную. Так, идем дальше. Давайте про Курилы. Кто знает про волшебный песок Курильских островов? Вы знаете, да? Ну все. Монетка почти что в кармане. Скажите, что за волшебство такое? Что там за песок? Чем он отличается от любого другого пляжного песка? Вариант первый. На Курилах есть песок, который растворяется в воде. Там есть песок, который хрустит особенно под ногами. Он притягивается магнитом или он липнет, как пластилин. То есть он сжал, а он липучий уже стал. Ваш вариант. Магнитом притягивается. Аплодисменты. Правильный ответ? Так, ну что, монеток у нас все меньше. Розыгрыш все ближе. И теперь давайте по Сахалину и Курильским островам есть интересные факты. Можете просто сразу руку поднимать, и я к вам уже бегу. Вот давайте к вам подойду. Татуировку с этой достопримечательностью Сахалинской сделал Гарик Сукачев. Прямо на руке. Что бы это могло быть? Осьминог, акула. Но нет, это с... Вот, я вижу, кто-то у нас очень хочет ответить. Даже без вариантов знает правильный ответ. И это? Анива. Анива. Это что? Маяк. Совершенно верно. Аплодисменты. Маяк Анива. Гарик Сукачев сделал татуировку. Хотел снять фильм, но не смог. Попал там в происшествие. Потом коронавирус, ограничения. Очень хочет он до сих пор снять фильм про природу Сахалина. Вижу руку из прекрасного далека. Бегу к вам. Так, сейчас я добегу до того края. И у нас будет еще один шанс получить порцию призов. На какое животное, похоже, одна из сахалинских достопримечательностей, считающаяся местом силы? Гора так и называется. Варианты. Бык, лев, собака, лягушка. Лягушка. Правильный ответ. Лягушка. Аплодисменты есть. К вам. Готовы? Как называется ушастые тюлени? Регулярно устраивающие лежбище прямо в черте города Невельска. Кижучи, сивучи, олуши, онучи. Сивучи? Сивучи. Правильный ответ. Монетка. Так, вижу, вижу. Две руки. Скажите мне, пожалуйста, имя какого известного человека носит городской парк Южно-Сахалинска? Варианты? Чехов, Гагарин, Пушкин, Ленин. Чехов. Ваш вариант. Чехов. Иду дальше. Так, ну давайте. Вам монетку. Раз. И вот туда тоже монетку. Там тоже. Гагарин. Парк имени Юрия Алексеевича Гагарина. Вижу, очень хотят здесь ответить. Вот девушка прям выше всех руку подняла. Какой из трех богатырей, ну трех богатырей знаете, увековечен в названии самого высокого водопада на острове Туруп Курилы? У вас всего три варианта. Алеша Попоевич, Добрин Никитич, Илья Муромец. Муромец. Ваш ответ? Совершенно верно, Илья Муромец. Так. Сколько осталось монеток? Скоро уже будем разыгрывать. Ну давайте еще пять вопросов, и все, и пора. Какое название Сахаринского поселка вошло в десятку самых смешных географических названий? То есть это поселок, и он называется Палево, Жорево, Гонево. Палево, правильный ответ. Есть такое. Любят у нас Сахаринские гости на фоне таблички Палево сделать пару снимков. Итак, скажите, пожалуйста, как называется очень красивая бухта на острове Шикотан на Курилах? Там снимали фильм про Робинзона Круза, Говорухин режиссер. И, в общем, фильм этот был снят в бухте, который называется Потерянная, Забытая, Удаленная или Безымянная? Безымянная, правильный ответ. Так, ну что, кто еще хочет получить шанс? Вот сбегаю дальше всех. Все, я видел ваши руки. Устраиваюсь поудобнее. Белые скалы острова и Туруп уникальны, потому что состоят в основном из пемзы, известняка, мрамора или глины. Пемза, совершенно верно. Пемза — это вспененное вулканическое стекло. То, чем мы пяточки любим натирать, там целые горы просто вдоль прекрасного залива. Итак, еще парочку вопросов и ответов, и мы разыгрываем. Итак, вам вопрос. Населенного пункта с каким названием не существует на Сахалине? Все они из трех букв. Дуэ, Хоэ, Аха, Яху. Яху. Яху не существует. Правильный ответ. Все, две монетки и разыгрываем. Давайте, вам вопрос. Ну, например, как сахалинцы называют местную чудодейственную ягоду краснику, которая эффективно снижает артериальное давление? Вариант первый — муравьевка. Второй — клоповка. Третий — комаровка. Четвертый — мухоловка. Черт какой. Муравьевка, клоповка, комаровка, мухоловка. Клоповка. Как? Клоповка. Правильный ответ. Клоповка, аплодисменты! Скажу честно, мы даже эту клоповочку разыграем. Кто-то из победителей ее получит. Ну, все, давайте последний вопрос и начинаем розыгрыш. А-ха-ха. Река на Сахалине — очень короткое название, всего две буквы. Варианты. Ай, ой, уй. Ай. Правильный ответ. Ай. Есть. Ну, что, все, ребята. Теперь смотрите, что у нас есть. У нас есть пять подарков. Все они из островов Сахалинской области. Монерон. Сахалин представляют. Вот в этом термостакане у нас те же самые номера продублированы. Просто вам продемонстрирую. То есть там вот эти все капсулы. Там есть номер. Ну, уже без монетки, конечно. Но, в общем, технически все отлично. Нам позволяет сейчас определить пять победителей. И начинаем мы с подарка номер пять. Заглянем в пакет. Термокружка. Монерон. И футболка от природного парка «Остров Монерон». А теперь внимание. Наверное, ребенка. Да попросим. Молодой человек, как зовут тебя? Как? Елисей. Елисей. Не убегай. Елисей, вернись. Мы все простим. Есть еще кто-нибудь у нас из желающих и не так быстро бегающих, как Елисей? Тянем. Кому достанется? Нет, просто один номерок. Можно со дна, можно сверху. Номер двадцать один. Двадцать первый номер. Бегите к нам срочно. У вас пополнение. Ребенка вам, конечно, не отдадим, но подарочки у нас есть. Это термо-стакан «Монерон». И это футболка природного парка «Остров Монерон». Монетка вам на память. Поздравляем с победой. Переходим к следующему подарку. Я смотрю, количество детей растет, как сивочи на «Монероне». Но мы сейчас определяем, что за подарок. Это толстовка, природный парк «Остров Монерон». Чтобы ее получить, просто найдите у себя номер. И этот номер. Тридцать. Я же сказал, тридцать выиграет. Номер тридцать. Толстовка Монерона. Держите. Заслужили. Следующим номером нашей розыгрышной программы будет, смотрите, это чайная пара с достопримечательностью из Сахалина, изготовлена на императорском заводе в Санкт-Петербурге. И к этому же вот такая толстовка, которая называется «Твоя яркая зима на Сахалине». Хотите такую? Конечно, хотите. Сейчас узнаем, кому достанется все это великолепие. Молодой человек тянет счастливый номер. И это номер девятнадцать. Номер девятнадцать. Вам несказанно повезло, потому что уникальная чайная пара. Раз. И толстовка. Два. Я видел, там папа сидит. Папа как раз сегодня будет примерять все обновки. Папе привет. Предпоследний подарок. Теперь внимание, ребята. Смотрите, будем показывать. Клоповка. Напиток из той самой ягоды, которая удивительным образом меняет человеческое состояние на лучшее. Там есть икра, там есть щупальца кальмара в соусе горчичном. Там все по-сахалински. Там есть, смотрите, что. Там есть трубач горячего копчения. В общем, сахалинцы бы обзавидовались. Не знаю, что вы сейчас чувствуете, но я думаю, что с аппетитом сейчас у вас все хорошо. А мы решаем, кто сегодня празднует дома, в кругу друзей. Это номер одиннадцать. Набор морепродуктов с Сахалина. Свежачок везли специально для вас. Одиннадцатый номер. Выходите. Где вы? Серьезно. Покажи. Чуть не потерял. Ну, сегодня у вас в семье праздник. Сегодня застолье, сегодня там морепродукты. Напитки обязательно сразу родителям повзрослее, потому что там клоповка ядреная такая, знаете. Прям вот да. И теперь, внимание, главный приз. Давайте сразу вам. Ну, кроме клоповки, которая это уже символ праздника, символ победы. Сертификат путешествия на остров Монерон на одну персону. Ну, это ли не праздник? Это ли не главное событие всей нашей сегодняшней выставки? Ну, для меня точно да. Для кого-то из вас точно да сейчас. Ну, а кто этот самый человек? Ну, давайте, давайте. Сейчас мы все сильно встряхнем. Вот девочка бежит прям вот так хорошо бежит, что не могу просто не дать шанс определить главного человека. И мы уже знаем, что это номер три! Три! Кто? Бегите к нам! Срочно! Это победа! Это поездка на Монерон, на Сахалин. Это дайвинг с сивочем. Это вообще красота. Кто? Кто к нам бежит? Бросайте все! Третий номер. Вы есть вообще здесь? Вы потеряли что? Сознание, не знаю. Возможность бежать. Где третий номер? Третий номер раз. Третий номер два. Ну, серьезно, да? Ну, все. Десять секунд на размышление. Мы тянем другой номер. Сейчас пока приглашаем для награждения нашего победителя. Пока еще не знаю даже кого. Но мы сейчас его точно определим. Артем Александрович Лазарев, министр туризма Сахалинской области. Для награждения приглашаем, чтобы мы уже были здесь, ждали нашего победителя. А кто им станет? Ну, молодежь. Все в ваших руках. Так, девочка с бейджиком Федотова Евгения. Пожалуйста. Номер. Кто-то скажет. Чертова дюжина. Плохое число там, да, суеверие. Тринадцать! Главный номер сегодня. Тринадцать! Обнимашки, парни! К нам на сцену бегите, сломя вообще все. Потому что на Монерон поехать, это прям праздник. Это действительно то, чего люди мечтают получить на день рождения, на Новый год, на какое-нибудь событие. А событие у нас сегодня главное. Это выставка. И это победа. Ребята, вы красавцы. Без Монерона вы просто свою жизнь дальше не сможете представить. Ну, а здесь, здесь, да, здесь все свершилось на ваших глазах. Дети правят миром, балом, подарками. И вообще, спасибо вам, молодежь. Подрастете, обязательно приезжайте к нам на Сахалин, а лучше на Монерон. А лучше переезжайте вообще, потому что у нас здорово чистый воздух. Прекрасные люди. Абсолютный прозрак и теплое течение. Но это про Монерона. Вообще, у нас сколько Курильских островов и другой красоты, вы себе не представляете. Боюсь даже остаться на сцене, потому что готов разговаривать очень долго. Но все-таки время подошло к концу. У нас есть еще прекрасные люди, которые занимаются отличным делом. И знают, чем заманить, в том числе на дивный остров Сахалин. Денис Мамыркин, компания Анива Тур. Прошу любить и жаловать. Сейчас он вам всем покажет. Всем привет. Меня зовут Мамыркин Денис. Я являюсь руководителем компании Анива Тур. Очень много было сказано нашими коллегами про Сахалин. Еще раз я подчеркну уникальность острова Монерон с его богатым подводным миром. Приглашаю вас всех посетить остров. А мы, компания Анива Тур, сделаем ваш отдых незабываемым и комфортным. Ребят, которые выиграли Монерон, ну ладно, они там очень довольны и радуются. Мы потом с ними пообщаемся. Сейчас я хочу показать вам небольшой ролик, который мы подготовили специально для этой выставки, чтобы вас еще раз погрузить в наши красоты, в наш дикий мир Сахалина. И пожелать еще раз всем хорошего настроения, классных дней на этой выставке. Всем спасибо. В каждом из нас живет путешественник и первооткрыватель. Стоит просто довериться этому миру, и ты никогда не будешь прежним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok